Здравствуйте! Сегодня поговорим об очередной машинке из Америки. Машинка Endis Pro Alloy. Позиционируется она производителем как некоторая альтернатива машинке Endis Master для Европы. И давайте посмотрим, что же у нас тут есть на упаковке. Ну, во-первых, как всегда у Endis машинка в натуральную величину. Указывается, что здесь используется специальная система для снижения нагрева машинки. Указано, что есть целая куча насадок, 9 штук, с размером от 1,5 до 25 мм. И перечислены всяческие преимущества, что тушка у машинки из алюминия, из алюминиевого сплава. Что можно и для снятия массы, и для оформления переходов использовать машинку. Поэтому, что используется магнитный, он же индукционный мотор с частотой оборотов 5500 движений в минуту. Это неправда. На некоторых сайтах можно встретить, что частота 7200 оборотов это тоже неправда. Частота у этого мотора 6000 оборотов. И другая частота здесь не может быть в принципе с таким типом мотора. Хотите и популярнее, смотрите наше видео о типах моторов. Переворачиваем на оборотную сторону. И здесь мы видим уже, что указана частота у нас правильно. Где бы только найти, где я это видел. Что частота 6000 движений в минуту. Надо понимать, что это 6000 полных движений. То есть 6000 туда и обратно. 12000 режущих движений в минуту. Хорошо. Здесь еще раз отображена комплектация. Насадки. Насадка защитная на нож. И масло. Никакой там щетки для чистки. Ничего этого нет. Но давайте заглянем внутрь. Ну и еще указано, что нож от 3 нулей до 1 номера. То есть где-то от 0,5 миллиметра до 2,5-3 миллиметров. Нож с регулировкой длины среза. Классический такой с регулировкой сбоку. Достаем содержимое. Итак, внутри у нас помимо макулатуры насадочки. Большой комплект маслицы. Ну и конечно же сама машинка, которую я за год не достал. Ну вот она такая красивая. Про масло рассказать нечего. Насадки. Насадки. Главное преимущество этих насадок это их количество, что их много. Сами по себе они ничего там сверхъестественного не представляют. Качество пластика посредственное. Пластик довольно-таки мягкий. Конечно же, если есть финансовая возможность, лучше купить насадки от Эндис магнитные. У них качество пластика гораздо выше. Да и крепление удобнее. Хорошо. Насадок много. Это замечательно. Хотя парикмахеру или барберу понадобится, наверное, только самый маленький. Полтора, три, шесть, девять. Остальное все это скорее для дома. Но для дома, наверное, дороговато. Все-таки машинка зато красивая. Ладно. Давайте посмотрим на саму машинку. Машинка, как и все машинки с индукционным мотором, довольно-таки увесистая. Но при этом, несмотря на то, что тушка здесь из алюминия, а не из полимерных материалов, как у большинства остальных машинок, она не такая уж и тяжелая. И она даже легче, чем, допустим, валовские проводные машинки. Валовский весит 620 грамм. Это весит примерно 540 грамм без шнура. Хорошо. Что еще можно увидеть? Ну, регулировка длины среза. Нож, в общем-то, стандартный нож для снятия массы. Но обратите внимание на его фактуру. Он такой зернистый. Здесь, видимо, нож был подвергнут либо электролитической, либо пескоструйной обработке. И после этого уже была выполнена шлифовка рабочих поверхностей. Такая обработка, помимо того, что она выглядит красиво, снижает трение. То есть, будет лучше скользить по коже данный нож, чем стандартный нож на большинстве машинок. И данный нож, в теории, должен лучше рассеивать тепло, то есть, меньше греться. Ну, пожалуй, все. Дальше. Мощность. Мощность 7,5 Вт. Это вдвое меньше, чем у Эндис Мастер. И на четверть меньше, чем у проводных валовских машинок. Ну, казалось бы, немного. Но, тем не менее, машинка выдает неплохую мощность на срезе ножа. Что меня, честно говоря, довольно-таки удивило. Но, тем не менее, факт остается фактом. Шнур. Шнур довольно гибкий, круглый, профессиональный. Длина у него 2,7 метра. До 3 метров чуть-чуть не хватило. Но, у тех же валовских, вечных их конкурентов, длина шнура всего 2,40. Ну, и давайте все-таки заглянем внутрь и посмотрим, насколько же данная машинка действительно может быть аналогом мастера, но для европейского рынка. Напомню, Эндис Мастер – это одна из таких культовых американских машинок с индукционным мотором, но с хорошей мощностью, порядка 15 Вт. И данная машинка Эндис Мастер она рассчитана на американское напряжение – 110 Вольт, 60 Герц. Поэтому в Европе она использоваться не может. И вроде бы как выпустили ProAloe, что это тот же самый мастер, но для европейского рынка. Давайте с вами заглянем внутрь и убедимся, что по конструкции данная машинка гораздо проще, чем мастер, и она по конструкции примерно соответствует валовским машинкам. Здесь используется самый простой, но тем не менее, самый надежный двигатель, индукционный, причем здесь нет даже никакого шунтирования, как у валовских машинок. Если кто-то видел Эндис Мастер изнутри, то там куча винтов, регулировок, все довольно-таки интересно. Здесь все гораздо проще, гораздо примитивнее. Но качество исполнения просто великолепное. То есть вот настолько качественно собранную, сделанную вещь, я ни разу не видел, чтобы ее сделали в США. Ни в валовских машинках, ни в машинках от Эндис других моделей настолько качественной сборки, настолько качественной. Вот внутри изготовления деталей я еще не видел. Это радует. Ну, давайте попробуем включить. Данная машиночка показывает неплохую мощность. Вот здесь, видите, пытаюсь остановить пальцем. И это у меня не особо-то и получается, в отличие от тех же валовских машинок с на четверть большей мощностью. В данном плане машинка меня удивила. И порадовала очень качеством исполнению. Алюминиевый корпус позволяет лучше рассеивать тепло. Очень качественная сборка, очень качественные детали. Практически неубиваемая машинка. Ну, единственное, вызывает опасения шнур. С этим у Эндисовских машинок бывают проблемы. В последнее время у них шнуры часто перегибаются, перетираются вот в этом вот месте. Итак, машинка красивая. Не должна сильно греться. Я не мастер, не барбер, не грубер. Поэтому не могу сказать, как она ведется в реальности. Если у кого-то есть опыт использования этой машинки в салоне, буду рад вашим отзывам. Машинка очень красивая, прекрасно лежит в руке. Вибрации, само собой, ощущаются, но не фатальные. Бывают гораздо более печальные случаи. Несмотря на низкую потребляемую мощность, 7,5 Вт, мощность на ноже приятно удивила. Не знаю, как у них это получилось. Простой примитивный мотор, но тем не менее, видимо, очень тщательно настроен. Поэтому радует мощностью. Очень рекомендую присмотреться к агрегату. Разумеется, это не эндис мастер, но машинка более чем достойная, более чем интересная. Если кто-то любит поедить, то, наверное, стоит присмотреться к этому варианту. Вариант несколько более дорогой, чем валовские машинки, чем та же самая дорогая проводная валовская машинка легенда. Но, тем не менее, интересный вариант. Поэтому советую. На этом, пожалуй, все. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, E-Note Постригун, записывайтесь в наш YouTube-канал E-Note Постригун. Ну и заходите к нам в магазин, который называется, вы не поверите, E-Note Постригун. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok